тех кто не смотрел наш видеоролик который мы опубликовали сегодня очень рекомендуем посмотреть там на статистика за 2016 год по гражданам по вид по гражданам снг по отказам в американской визе именно туристической визе вот но сейчас я еще раз открою наш пост у нас был видео после плюс я так делал получается ситуация у нас такая да по таджикистану 55 запятая 24 процента отказ отказов в американской визе по узбекистану 57 и 9 украина 40 83 молдова и эстония нас не интересует литва латвия также вот россии 923 финляндии 772 то есть получается что россии 923 и узбекистан 57 9 то есть что у нас получается разница между узбекистаном россии практически 40 процентов то есть на 40 процентов узбекистане отказов больше чем в россии то есть как бы например я поступил в сложившейся ситуации если бы имел допустим гражданство узбекистана либо гражданство кыргызстана либо таджикистана либо украины вот но виде какие статистики да то что по ней миграционным визам по туристическим визам такие отказы но я бы выбирал бы наверное визу классом выше то есть брать например иммиграционную визу если у вас есть хоть какой-то английский язык дотягивать уровень английского языка до соответствующего нормам и спокойно без проблем уже подавать на иммиграционную визу либо если брать не иммиграционную визу ребят сразу скажу всякие разные конференции всякие разные семинары и прочее прочее это можно сразу забыть потому что 99 процентов заявителей именно обращаются с такими целями поездки и получают отказы то есть если говорить про не иммиграционную визу то я выбрал бы например только туризм и спорт все все остальное это нам не подходит если мы говорим про возраст больше 60 лет как например по кыргызстан очень хорошая статистика по выдачам если вам больше 60 лет с учетом того что в этой стране обычаи в этом возрасте уже люди становятся консерваторами как правило не переезжают вот этим бабушкам и дедушкам очень хорошо дают визы вот в других случаях надо запрашивать не иммиграционную визу либо брать f визу это обучение английскому языку и либо магистрские всякие разные программы длительного периода либо брать туризм плюс что то я предлагаю например туризм плюс спорт вот это если вы хотите визу но я осмелюсь вам предложить другой вариант у нас есть возможность и компания атлант занимается в том числе и такими вопросами разрешениями таких вопросов у нас есть возможность получить российское гражданство гражданам узбекистана сразу говорю что вам это сложно потому что в узбекистане нельзя не разрешается иметь двойное гражданство и таким образом придется от узбекского гражданского гражданства отказываться я думаю что маловероятно что вы на это согласитесь а вот гражданам кыргызстана иметь двойное гражданство или гражданам таджикистана либо украины можно без проблем и у нас есть с 2002 года федеральный закон в российской федерации гражданстве и в статье 7 это 62 федеральный закон статьи 7 предусмотрен упрощенный порядок получения гражданства россии вот и вы можете спокойно если вы достигли возраста 18 лет через 5-7 месяцев получить российское гражданство по упрощенной схеме главное чтобы вы когда-то были гражданином ссср то есть если вы родились до вернее до до 90 года то вы можете спокойно получить российское гражданство и уже попасть под наши проценты то есть уже имея российское гражданство вы делаете себе заграничный паспорт россиянина заграничный паспорт и можете спокойно запрашивать американскую визу ну мало того у вас открывается путь сразу в мексику без визы вообще я знаю что для граждан узбекистана например виза нужно в мексику и очень сложно получить то есть у вас открыто направлении мексика у вас открыто направлением острова гуам сайпан то есть вы можете спокойно до 45 суток приехать на эти острова кстати мы недавно делали по ним видео и сами там были вот подать там на политубежище это будет калифорнийский сервис иммиграции гражданства и через какое-то время уже оказаться в калифорнии то есть возможен такой вариант и возможен вариант как я еще раз говорю попасть просто под проценты которые на 40 процентов ниже по отказам в туристической визе например в отличие от узбекистана если говорить про кыргызстан ну там чуть чуть меньше ну процентов на 5-7 ниже статистика отказов чем узбекистана вот то есть такая ситуация можно спокойно воспользоваться правом получения российского гражданства если вы родились до девяностого года и без проблем его получить в упрощенном порядке подписывайтесь на наш канал заходите на наш сайт висадефис виза точка ком в нашу группу фейсбук я начинаю уже сейчас делать новый сайт будет сориентирован исключительно на политубежище в том числе и по программам через российское гражданство адрес сайта мигрант дефис лор по английский юрист точка ком скоро этот сайт будет запущен там будет много всего интересного связанного с программами переселенцев вот всем всего доброго пока